Сегодняшнее евангельское чтение было о талантах, это все знают. Толкование одно, что талант это специальность какая-то, то что открылось в нем. Мне приходилось этот вопрос задавать людям, которые в церкви работают. Какой у тебя талант? На какой? Я уборщица? Ну убирать тоже можно по-разному. У нас знакомый один есть, он говорит, я у Бога просил талант рубить дрова, пчурки раскалывать, чтобы... И Бог дал талант, где бы не работал, больше всех сделает. У нашего отца был талант пасти, но здесь речь идет о золоте. Что такое золото, талант? Это вес. По сегодняшний день точного определения нет. Есть 16 килограмм талант, 26 и 44. Антическая мера. Если специалисты не знают, то мы можем сказать, трудно определить. Потому что курс золота тоже падает. Вы помните, при перестройке сразу все сделали с миллионерами. Тысячу раз увеличили, у тебя было если тысяча, считается за миллион. Поэтому в русской лексике слово талант, это чем ты обладаешь. Речь идет не о деньгах. У нас нет этого, у нас рубль, больше ничего нет. От рубля на когда-то мерили так, отрубали, какой величины там проволока или металь была золотая. Так вот, то, что Бог дал нам, мы можем толковать по-разному. Но всюду и везде ревность. Вот я говорю священнике, какой у тебя талант? Он говорит, я же знаю вас, только не проповедовать. Ну а какой? Ковила? Дым пускать? Или что? Священник один говорит, люди считают талант, заработал деньги, купил все вещи. А в священниках нет ни одного слова в Библии. А то священник открыто говорит. Ну, не в пользу говорит, что закоптят вещи, они восковые. Закоптят иконы, кого-то мы опять отнимаем, стены, потолок перебеливают. Тоже выгода есть от этого. Ну а о чем Господь говорит? Ну я священник, ну ладно, а то я певец, все закончилось. А ведь таланты на каждом шагу. Возьмем по порядку десяти словия, десять заповедей. Каждая заповедь наполнена различными видами служения. А, ну понятно, там не убей, а что? А в Новом Завете видим, будь миротворцем. И будешь сыном Божьим наречен. Мирить людей, ох, как трудно. А рассорить ничего не стоит. Не разобрался, ничего. Его услышал, и уже как стрела вонзенная в бедро не дает ему уснуть. Новость. Вот побежать куда-то охота. Был такой мудрец языческий, Сократ. Вот пришел один человек, вот научиться можно. И говорит, вот я про вашего друга, вы его так любите, везде про него говорите. Я такое узнал, такое, что ты ахнешь и отступишь. Так, по порядку, скажи. Новость, которую ты мне скажешь про моего друга, она хорошая или нет? Нет. Да нет. Я плохое узнал. Ладно. Значит, ты пришел сказать мне, моем друге, плохое. А с какой целью? Что рассорить нас? Второе. То, что ты услышал, то соответствует при истине, нет он. Я не знаю, я только слышал. Итак, ты хочешь прийти и рассказать плохое, а не знаешь, правда это или неправда. И третье. Дружба наша с моим другом сохранится после этого или нет? Похоже, нет. Значит, ты хочешь сказать неизвестно что, плохое и рассорить с другом. Надо говорить или нет? Так тогда не надо. Ну, тогда прости, что я пришел. Вот так, если нас на маленьком сити просеет, что где говорили, что слышали, ты определенно, четко можешь говорить только то, что написано в Святой Библии. Да, был Едион. Да, он говорил. Да, был Ефай. Да, одержал победу. Но там жертва была неугодная. И в каждом вопросе так. Ну, идти другим проповедуют, священники в большинстве говорят. Ну, у меня нет на это таланта. Я как-то говорю, как косноязычный. Ну, что-то передать. А ведь как-то говорят у них. Слова идут, и люди обращаются, веруют во Христа. У меня нет таланта. А вот здесь ты ошибаешься. Здесь написано, идите по всему миру и говорите. Когда мы читаем деяния апостола Святого Иоанна Тауса, толкование, 8 глава, 4 стих. Было сильное гонение. В этом участвовал будущий апостол Павел Савлух. Самые сильные остались в Иерусалиме. А остальные, 4 стих говорит. Рассеявшиеся ходили и благовествовали. Женщины, дети, малые, самые маленькие, которые могли только питать. Они говорили о Христе. Мы любим Его. Они хотели быть с Богом. Как у нескольких учеников было тоже взято под арест, у Вавилы, епископа. Ну, как их наказать? Ну, князь и говорит, тогда каждому сколько лет, столько плетей дать ему. Сколько? 8 лет. Тебе 10? Тебе 10. Так они, говорят, жалели, что маленький возраст больше бы плетей получить. За Христа, за любимого. Это все житие нам говорит. Мы слышали, что 23 тысячи. Я немножко поправку вместил. Не 23, потому что сожжение было дважды. Первый раз он был спасен, а второй раз с паспой остался. 32 тысячи. Это единственная за всю мировую историю община, которая целиком зашла на небо. Некоторые были в храме некрещенные. Никто не знает. Это один епископ. Я еще могу сделать. Так, крестили епископы только. Такое было время. И оказалось, здесь, в храме, вдруг открылись. Он сказал, если есть тут епископы, выходите, будем быстрее крестить, пока не сожгли. Еще шесть епископов, как оказалось, ходили бродячие. Кто-то видит воина, кто-то видит нищего, кто-то видит странника. А сегодня он везде может идти с жезлом, да еще со змеиными головами. Тут боятся его. Я разговаривал с не одним епископом об этом. Зачем это? А это змеиная мудрость. Но люди-то этого не знают. Они видят, серпентария разбили. Жалите друг друга. Как сейчас, не поминать уже Грешевского. Потому что тут автокефалию дают отдельно. И один известный диакон Сея Руси выступил, тоже сейчас и говорит. Талант в том, чтобы все имели автокефалию эту. Все были свободны. Ты волю свободную получил, и Бог тебе показывает, где. Не надо мирской власти нас задавливать. Так к чему зовете-то? Вы понимаете, надо прислушиваться и смотреть. Талант разбирать слышанное. Талант уразумевать виденное. Потому что люди ослепили себя. Когда выходили от апостола Павла, и он говорит. Не зря Исаия сказал. Смотреть будете, не увидите. Будете слушать, не услышите. Таланты погубленные. То есть есть и закопанные. А есть такие, без пробела пишутся священники. Всех люблю, никого не осуждаю. Это одним словом пишется. Называется любвисты. А ты скажи такое слово, как Павел говорит, чтобы оно было приправлено солью. Это талант. Это мы думаем так. Вот золотоуст, золотые уста. Да и золотые уста были не в том, чтобы он по головке гладил. Он говорит, вы пришли в храм. А я не вижу людей, я вижу стадо лошадей. Кучу навоза языком принесли сюда. Вот это угостил, вот это покрестил. В океану хреститель идут люди. Ну хорошо, что пришли в пустынное место. Крещение принимают, чтобы верили в грядущего. Он говорит, змеи приползли. Порождение ехидды. Вы слышали эти слова? И это не просто так. Талант, где и как сказать. Где? Говорит, пряник, а где плетка? Это талант. А теперь возгревать его? Вот здесь двое. А почему двое? С 30-60 его сто крат можно привести. А для этого не надо сидеть на месте. Менять тактику, менять подход. Менять репертуар. А у нас там трах молчания на 2000 лет затянулся. Все. Золото. Молчание золото. А перед Богом это зарытый талант. Это ад. Ты не можешь не говорить. На пальцах покажи. Она глухонимая. Она не понимает. Ей Бог дал разуметь. И однажды люди, запаковывая для отправки литературу в Мельбурге, стали спрашивать. А ты как уверовал? Ой. Я был в таком-то городе Сиднее. И слышу, кто-то меня по плечу задел. Я вернулся. Один человек показывает. Я не умею разговаривать. А вот как Евангелие от Иоанна. Ты по-русски понимаешь? Я через него обратился. Другой стал говорить. А я в таком-то городе был. И тоже подошел ко мне. И тоже не разговаривает. Это один и тот же человек. И они шесть человек упакуют эту литературу. Разговорились. И обратились через Духа Небова. Да как же на суде Божьем это будет-то? Он не получил практически больше одного таланта. Как видеть и понимать. Люди погибают. А другой и видит. И знает. И сидит. Да я не хочу портить отношения с епископом. Особенно трус от развитого священника. И особенно у епископов. Это я разобрался. Не мои слова. Почему? Они уязвимы. А я тебе измин, а специальности ты никакой. А ребятишек ты наплодил много. И пойдешь и померут. И поэтому. Делай то что тебе говорят. И поэтому. Все как можешь. Этот бык крестит как попал. И ты так делай. Но кончится это. Господь спросит по слову своему. Мне это открыто было в 62 году. В первый же день. Евангелие Тиана 12.48. Господь говорит. Я не сужу вас. Мы же привыкли он судья. Он говорит. Нет я не сужу. Слово которое я говорил. Оно будет судить вас. Оно. Я понял из рук все мои знания вывалились. Мне это не надо. Я готовился жить в Германии. Переехать в Англию. Языки изучал. Мне не надо это. Мне нужно знать язык Евангелия. Простой и понятный. Потому что Бог откроет. Вот. И скажет. Где твой мандат. По которому ты шел в жизни. Соответствует или нет. С утра до вечера. Во сколько вставал. Ночь дана не только для сна. Но и для молитвы. Как растяне обывается. А расстроит как человек с слезами. Я беру силу Златовуска. Я его насчитывал. Мне не дан этот талант толковать. Не дан талант пророчествовать. У меня нет видения ни одного. Ни одного слова не слышал. Но я прислушиваюсь к тому. Что скажет Господь нежно моей душе. А он говорит. Идите по всему миру. И пропадайте Евангелие. Я не могу по всему миру. И вдруг изобретает интернет. Тим Бернар Сли. Он живой. Мы каждый день за него молимся. Там свалка одна. Там что попало? Но и в то же время. Служение Патриарха. Все показывает. То что мы здесь сегодня были. Это будет показано по эфиру. Ну я какое там то. Ну посещаемость. Просмотры. 23 миллиона. У нас своя паства. Которое каждое утро ждут. На всех континентах. И в Корее. И в Китае. И в Америке. И в Австралии. Почему? Потому что это интересно. Видеть. Как православные христиане молятся. Как они обедают. Какое благоговение. Чтобы вот так вот знали люди Бога. Все до одного были покрещены полупогружением. Чтобы целомудренное такое деяние было. Чтобы были надписи Святой Библии по стенам. Иконы между священными изображениями и иконами. Практически нигде нет. У нас на новой. Это лежит Библия. Спецзаказ. Синодальный перевод 1876 года. Ну это понятно. Но люди-то этого не знают. Феофан Затворкий говорит. Наше благослужение все в себя впитало. Но что пользуется ему не понимаем. Когда переведем. Сегодня-завтра. Сегодня-завтра. Священник не понимает. Что паства его глухая и слепая. И вот. Хватается тогда, когда все уже горит. Все разваливается. Тогда начинает метаться. А что метаться-то? Уже все. У сектантов просто зашел. Сел. А разве можно сидеть-то? У нас не можно. Нельзя. А в Греции сидят. А апостолы. А апостолы сидели. Ну прямо говорит. Подошли к нему. Сказали. Он встал. Христос. Христос сидел. Встал. А он был как обыкновенный прихожанин. Сын плотника. Не спешите кого-то судить. Если они понимают не так, как мы. Если у них не так, как у нас. Спросить. А в этом Христа прославление есть? Этот талант приращения дает? Я буду людям говорить. А оно будет идти мимо. Ты сойди. Если он пришел, говорит, чтобы на земле быть. Стать человеком. То нам дал возможность на земле стать богами. Богами. Обожить наше естество. Все вы боги, но все вы умрете. Как Писание говорит. Поэтому сегодняшнее евангельское чтение. Оно не до конца растолковано. Мы не знаем, что такое талант. Мы знаем, талант это одаренность какая-то в чем-то. Но там речь идет о золоте. Притом все таланты одинаковые. Дословно, если толковать, то вообще мы не знаем, что это такое. Что это надо умножать? Это силы или срок жизни. Больше или меньше. В общем-то все понятно. Тогда сходится. Иное успевает в юности сделать такое. И так прославить Бога, что другой от глубокой старости этого не сделает. Маленький мальчик в школе. Говорит о Христе. Вдруг школьница приходит. Отличница. Единица. Вторая единица. Мать. Да как же так, дочка? Да, конечно, стихотворение говорит. Оно неправильное. Ленин есть свет миру. Какой же он свет на Христос? Пошла в школу. Учительницу спросила. Это вы оценки ставили? Да почему не спросили, знает она или нет? Я ей сказал, считай. А она не считает. Ну сейчас просчитай. Ну он говорит, я просчитаю, но я в это не верю. Ленин есть свет. Она не стала дальше говорить, что слышала. Что это палач, это убийца, это разрушитель. Это тиран. Как Дмитрий Смирнов говорит. И пепел сжечь по вселенной в космосе только можно развеять, чтобы на земле праху не было. Вот как понимают. И правильно понимают. И она рассказала. Единицы пошли на пятерку. Мы должны понимать не упрямство, а несоответствие истины. Сколько погибает людей из-за лжи. Ну в Ветром Завете одно было. А в Новом Завете-то намного труднее. Намного. Там не убей, нож не возьми. Или предмет, который убит. А здесь не надо нищего брата человека, убийца. Там была яма, не ходил никуда. Здесь посмотрел с вожделением. Уже перешел в другой класс. Уже. Как совершившийся. Ой-ой. А как спастись? У Бога попросить талант. Жар веры, который все это попалит. Сегодня придумать технологии православия. Как бороться с самостью. Все пишут. Нет никаких технологий. Забудьте эти слова. Есть перерождение. Я грешен, многогрешен, супергрешен, архигрешен. Это знаем. Господи помилуй. Сорок раз пролепетать не вздумаясь. Что не о Боге, не о помиловании. А почему мы не считаем первое послание Иоанна? Он говорит. Рожденный от Бога не может грешить. Православный совершенно это не подходит. И написано, не грешит. Да не может этого быть. Но это написано. Почему? По своей природе он не может грешить. Свинья любит грязь. А овечка, если упала, она бывает споткнется. Так она долго отрякивается. Это не ее стихия. Надо людям два пункта заучить. Родиться с высшим, вымолить это. Не в утробу матери уходить, как Николин понимал. И второе. Быть движенным Духом Святым. Дух Святой тебе расскажет и о субботе, и о пятнице, и о среде, о кровавой пятнице. Он столько тебе расскажет. И написано, и не будут иметь нужды, чтобы кто-то учил. Но все будут наставлены Богом. Духом Святым. Мы нуждаемся в учителях, в догматике, везде. А правильно или неправильно, поверить, это откроется все. Я вот не знаю, как ребенка отдавать, не отдавать. Школа там учат единоборствам. А зачем? Чтобы на себя умел постоять. Попал в десантные войска. Вернулся, применять негде в драке. И в первой же, говорится, драке погиб. Хулиган ударил газеты, а в газете нож. А другой ничего не значит. Молился, такой прям, глядишь, говорится, ни рыба, ни мясо. Услышал о Христе, уверовал, стал священником. Это я говорю о тех, кого знаю. Итак, таланты, что Бог дал, как бы их не понимали, требуют того, чтобы они увеличились. Никогда не говорите, что у меня нет таланта говорить. Это не тот талант. Это как дышать. А я не могу дышать, нет таланта. Проповедь, другим говорить о Христе, чтобы родные, дети обратились. Для этого нужно верить в Бога и Ему довериться. Он тебе откроет такое, чего не открывает иногда. Павел пошел, и вдруг препятствия. По сей день никто не знает. Воспрепятствовал Дух. Придумали миссионерские отделы. Нет их, их нельзя составить. Это обман. Можно благовестнические курсы открывать, но нельзя сделать то, что нам не подвластно. Деяние апостола. Деяние апостола. Деяние Духа Святого. Так надо книгу эту было назвать. И нужно довериться Богу. Я верю. Господи. Тогда пойдем мы туда, в ту сторону. Наверное, на Славгород надо идти. Увещевать кого-то. Дух снова не допустил. И тогда ночью видение. Приди к нам и спасти нас. Сегодня этот македонский крик над всем миром слышится. Придите и помогите нам. Мы ничего о Боге не знаем. Сколько сект? Насчитывает больше двадцати тысяч. Каждую неделю рождается несколько сект. А я никому не принадлежу. Никакой конфессии. Никакой динаминации. Запомните. Этих слов нет в Библии. Этот дьявол прикрыл словом ересь. Есть вера Христова. И есть все остальное ереси. Где нет истинного рукоположения от апостольских времен. Нет дископатов по непрерывной хиротонии священства. Нет третьего вида благодати. Как говорит об этом Феофан Затворник. Первое. Это благодать призывающая. Мы должны знать людей не в храм, а к Богу. А потом уже когда умер, можно и в храм прийти. Увидеть. Второе. Благодать обращающая только от Бога. И третье. Неосвящающая. Алтарь. Священство. Литургия. Да даст Господь его разуметь нам. Строго взвинуть на себя. Где прибыль? У бакистов поется один стих такой. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу с ног один в руках нести. Православным это не запрещено. У нас эти дети ходят только одно. Только бы он в мир не ушел. А у сектантов не так. Они не знают куда в школе от них деться. Он детям на перемене говорит о Боге. Что ведут себя неправильно. Чем это все закончится? А ему всего 10 лет. У нас здесь где-то священников еще я никому не говорю. А то мало он еще будет. Я не скажу не так. Поэтому оглашенные изведите. Священники уже начали выбрасывать. Они не знают кто такие оглашенные. Нам Господь позволил это сделать. Оглашенные. Не погруженные в полное погружение. Они стоят там. Тронут бороду. Стоят там в притворе. Итак. Да даст Господь уразуметь. Какими талантами наградил нас. Талантом ревности. Талантом уразумевать Слово Божие. Это одинаково для всех. Талантом нести это Слово. Чтобы люди услышав обращались ко Христу. Ему слава во веки веков. Аминь. 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 Аминь.